Там были машины, и кто-то из ребят в форме выходил и говорили, типа, проезжали. Да, да, да. Это достаточно частая история, когда стоит полицейская машина, стоит человек в форме. А вы прям в Киеве снимали, да? Да, 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 на улице, да. У нас натуры было много, поэтому... Да, мы снимали в одном месте, приоткрою завесу тайны, там, чтобы снимать, надо было 12 разрешений получить от киевской мэрии. Что, обошлись с крытой камерой? Нормально, дешево и сердит. Получилось вот так вот, вы можете посмотреть, там, памятник еще присутствует в этой серии. Не буду говорить, какой, чтобы у нас... Но еще не выходила эта серия, да? Это еще... Ну, этот памятник никто не знает. Помогут пробок, да? Когда вы видели пробки, да? Не-не, когда просто люди зеваки останавливались... Ой, слушай, их столько подходило... И фотографироваться... И дайте покушать, у нас уже стоит кеттеринг, стоят полицейские, поесть можно. И какие-то подходили уголовного вида, ребята, не знаю, зачем, видимо. Информаторами хотели устутать. Да, да, кстати, тоже. Тоже такое было. Давайте вы мне деньги, я вам, типа, сейчас быстренько пошныряю по району, расскажу, где что, у кого же я. Но самое смешное, когда мы ездим на нашей машине, ну, съемочной, и параллельно на этом же районе ездит реальная полиция, которая патрулирует этот район. И они едут, и они просто в шоке. Смотри, что это они на нашем районе. Догоняют, подходят, ну, к администрации наши спрашивают, что делать. Ну, так, типа, как это... Это наш район, да? Когда узнавали, нормально реагировали. Да, абсолютно спокойно пытались... Вот масса ситуаций в Киеве, к сожалению, там, в каких-то вещах до европейского города еще нам далековато, потому что совковая часть уборщиц, охранниц, охранников, управляющих, она осталась вот в этот возраст, от 50 и туда дальше, выращенные в совке люди. У нас были разрешения просто, вот, от Зеленбуда, от всего, мы приносим бумагу, печать, все, все. Человек все равно начинает кричать, орать, начинает показывать, что он самый главный. Вызываются три патруля полиции, приезжают три патруля полиции, мы с ними общаемся, они уезжают, мы продолжаем дальше снимать. Причем людям говоришь сразу, ребята, они приедут и уедут, зачем вы это делаете? Это, кстати, нечего, это пару поколений пройдет и все наладится. Вот читатель интересуется, вот Настя пишет, а чему в сериале никто не нахворить украинскую? Все-таки украинская полиция? Ну, Настя, я вам так скажу, официально вам заявляю, що в наступном сезоні Суперкопів хтось обовязково буде розмовляти українською мовою. А наоборот, это будет Георгий Багардьович Маймиашвили, бо грузинский акцент украинської мови будет, мабуть, дуже ж... Масло, масло. Мені здається, що розмовляти українською мовою буде твоей мамой. Так, те, що буде твоя розмовляти українською мовою. Насправді буде українською мовою, коли ми починали знімати цей проєкт, не було такої нагальної потреби. Тим більше, я поясню, якщо ти жартував і вчився жартувати все життя російською мовою, то дуже важко перейти на українську, бо нею треба думати. І повсякденні використовувати лише цю мову. І з носіями мови. Щоб це було органічно. Але ще один момент. Автори теж пишуть російською. І вони так писали все життя. То, щоб їм почати писати українською мовою, це теж треба дуже багато часу і якийсь досвід. Коротше, це треба провести дуже кропітливу роботу, таку велику. І я так думаю, що до наступного сезону ми зробимо так, щоб українською мовою було більше в серіалі. Сценарію второго сезону поки ще не готові. Почому він піше цього? Уже піше. Паралельно з ще сьогоднім, а я там, прекрасно, на нашому любимому каналі було. І так будуть нові персонажі? Планируємо, планируємо нових людей вводити. Планируємо. Каких-то, можливо, негативних. Потому що слишком у нас все хороші, треба якого-то чуть-чуть посыпати ложку дєгтям в бочку мєда. Руководитель український з азербайджанськими корнями не буде? Руководитель останется один, це я. Нет, один буде руководитель. Вон, можливо, як і прийнято в детективних і полицейських серіалах, можливо, буде туди сміщатися. На його місто буде приходити какой-то подонок, который буде просто... Просто, ну, щоб вигідно потом вернуться, вигідно отличатися на його фоні, щоб опять полюбили зрителю. Вон так шкурно я відповідно не відповідно. Ви вообще-то, у твоєго персонажа, ви його влепили із чого? Т.е. у вас були какие-то похожі... Образи були похожі в одному із проєктом. Боле того, був період в житні, в моєм продакшені, коли ми так разговаривали всі, так привыкли і почали все так говорити, і потім дуже довго не могли обучитися от цього. Около годом ми так говорили. Особенно це роздражало... Я знімався в одному із серіалів Ашота Кищана. Вон Армінин, це мій товариш москвич. Я коли починав розговаривати, він не розумівав. Він думав, я його підкалую. А я так привык говорити. Год говориш з друзями, з усімаєю. «Подожди вас, зараз все нормально буде!» Стою перед ним, розумів, що лицо отображає, що людина не готова це розуміти. А так... Це органічно, це просто сидяло внутри. І наконец-то реалізовалось. Раскажи про грузинський акцент, про сложности. Да, слушайте, перед началом съємок исполнитель і продюсер Нарслава Генгорчова подійшов і сказав, що так буде складно. У нас була сложність у серіалів «Свичай шоу» у Феликса, який у нас так розмовляє. У нас так розмовляє. Он, коли так долго говорить, у нього вставали связки. Але я об цьому не знав. Ми два сезона сняли. Я потом знав, коли у самого то же самое произошло. «Когда ты целий день...» в нормальном режиме вот так. А в українській умові говорю так. Тобто не меняється тоналість, нічого не меняється. А тут начинают работать другие группы связок. То есть ты переходиш, начинает напрягаться вот здесь вот все. И оказалось, что к концу дня уже начинает скнулись води. И я перед кадром уходил, разминал себе пятачок, для того, чтобы потом встать в кадр, нормально говорить, потому что... Это даже щехотно становилось в какой-то момент, потому что, ну, другие мышцы работают. Ну, оказалось, это тяжело. Это... Такой аспект. Совершенно неожиданно. А потом я узнал, что у нас у Феликса Рослина то же самое. Ну, у Цезаря по серіалу, слышишь? То же самое было. Вот такая грустная история. Оля, не плачь. Да, да, да. Вот Митя спрашивает, какой бюджет был этого сериала? О, Митя... Одна серия миллион долларов примерно. Откуда деньги? В евро 800 тысяч. Я тебе сказал 800 тысяч? Ну, мы же заходили... Сразу, в первый 70-й день. Да. Откуда деньги? Я думаю, что на этот вопрос вряд ли кто-то из здесь сидящих, присутствующих, рано или поздно людей и персонажей. Вряд ли кто-то отвечал честно. Ну, как откуда? От канала, от любимого? Откуда просто деньги? Я с нашей стороны вообще. Откуда и куда деньги? Это тайна покрыта... Все знают, но никто не говорит. На костюм много потратили? Если они за заказы? В общей сложности... Ну, да, достаточно много. Это было все равно дешевле, чем официальная форма полиции. В три раза. Но это было много. И было очень качественно. И это было качественно, да. А форма такая дорогая? А оригинальная форма? Я знаю, что... По моей информации, это опять же, инсайдерская цена, то есть я не претендуем на то, что это правда, да, там... Но... То, что я знаю, около 600-700 долларов один комплект стоит. Реальная форма? Реальная форма, реальная, да. Поэтому у нас... Я бы... Я как продюсер, даже если бы у меня были деньги 600 долларов на форму, я бы все равно их не тратил. Я бы все равно сшил... Сшил бы костюмы максимально похожие. Тем более, они у нас получились... Максимально? Да, максимально похожие. Кстати, о погоне вы какие-то снимали? Не создавалась ли какая-то аварийная ситуация во время сомов? Нет. Очень удобная обувь. Да, и в целом... Очень крепкие ноги. Да, и машины нормальные, и... Нет, на самом деле... На самом деле, какое-то слово поразить. То, что происходит в кадре, иногда есть видимость и ощущение погони, это все равно дорисовывается. Мы не можем подвергать опасности жизни ни своих актеров, ни тем более зрителей, и пассажиров, и людей на улице. Поэтому там, где нужно показать динамику и какой-то там обгон, или еще что-то такое, это все равно кино. Приходится обманывать. Паш, а расскажи историю, которая произошла с тобой, в которой ты выступил на ней в роли полицейского... Тогда Паша хотел повеситься, а не получилось? А, да, расскажи. Это из другого проекта. Да. Еще раз. Такая история. Это было перед Новым годом. Вот. Мы с женой оставили машину в центре. С открытыми дверями. С открытыми, да. С открытыми дверьми. И... Ну, кроме шуток, на самом деле, мы приехали в центр, там что-то, в общем, купили. Жене купили ботиночки. Оставили машину на Софийской площади. Не прямо на Софийской площади, а на улице Софийской. То есть, как бы, в целом, в центре я не переживал, что там что-то произойдет. И мы буквально отошли выпить кофе. Как раз вот елку ставили. Я говорю, идем там посмотрим на елку. И мы отошли, буквально пять минут нас не было. У жены натерли ноги. И я говорю, наверное, возвращаемся. Вот. И все-таки это был какой-то знак, наверное. Потому что, когда я подошел к своему автомобилю, сидел какой-то молодой человек. Курил кальян. Курил как? Курил кальян. Курил кальян. Сигаром. С кальяном. Говорил, где эти мне уголь? Счет, пожалуйста. Вот. А на самом деле, да. Ты сидел, капошился в моих вещах. Я, если честно, сначала подумал, что это не моя машина. Вот. И, как бы, это все вот буквально секунды. И я открыл дверь. И сказал ему, добрый вечер. В чем дело записано? Вот. Да. Да. Я сейчас мягко выражаюсь, но разговор был жестким. Разговоров вообще было мало. Вот. И я, собственно, попытался как-то его, как-то с ним повзаимодействовать. Он понял, что я сейчас начну с ним взаимодействовать. Он достал нож. И, собственно, это все секунды, да. Правда. Это, как бы, вот сейчас мы так говорим, что это все вот. И зря это сделал, да? Да. Он достал нож и зря это сделал. Да. Он выскочит. Я его пропустил. Пожалуйста. Проходите. Это у вас же нож, конечно. Да. Ваш нож. Ну и, собственно, правильно сделал. То есть это потом уже, когда мы ехали домой, собирался весь пазл. Я прекрасно понимал, что все действия были на самом деле правильными. Я его, как-то вот мы с женой отскочили. И он выбежал. Я набрал полные легкие воздуха. Негатив. Негатив. С кальяна. Догонил кальяна. С кальяна уже рядом стоял. Набрал, да. Полные легкие воздуха. И, собственно, я начал кричать. Да, благо у меня прекрасный голос от рождения. Ну, не кричать, а начал работать. Работать, да. Я начал говорить на повышенных тонах, что вот вор, держите его. Буквально в две минуты такой собрался концерт нормальный в центре. Да, то есть как бы много людей. Деньги в рот там. Да, привлек внимание общественности. После чего я побежал за ним во двор. И я слышу там «Листи! Листи! Листи!» Поворачиваю голову. Уже какие-то мужчины бегут и говорят «Давай, давай! Пошли!» Да, и мы его, собственно, приняли, этого нехорошего человека. Кстати, он в Грузии. А что ты меня посмотрел? Ем гринец. То есть реально люди вам помогли побежать? Да, да, да. На самом деле, да. Чувство и поддержку общественности. Потому что, если бы женщина не сказала, что там закрытый двор, а она не сказала об этом, говорит «Бегите и вы все-таки задерживаете человека». И я, собственно, побежал, и когда я уже повернулся и услышал «А, еще я и с поддержкой», то, безусловно, это как-то окрыляет и дает какую-то уверенность. Тем более проданные почки молодого человека, они нормальное состояние. «Да, да. Мы вызвали наряд, оперативно приехали ребята, составили на месте протокол. Ну и, в общем, вся вот…» И отпустили. Ну, кроме шуток, да, его отпустили, внесли за него залог в размере 20 тысяч гривен. Причем же на этот? Ну, через день, на следующий день. На следующий день внесли залог и на этом все. И все? Ну, да. Потому что ворует он намного больше, чем 20 тысяч гривен. Я понимаю, да. Да. Ну, сейчас, как бы, в отделение я приезжал, ребята говорили, что сейчас дело отправили в Грузию и сейчас ждут, пока вернется дело, только потом будет суд. А он свалился? А он, естественно, он сейчас где-то перемещается, я не знаю, в свободном режиме, так что, ну, да, это неприятная ситуация. То есть по подписку они выездили вас, судя по всему, освободили? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Помог ли мне образ полицейского? Ну, мы, как бы, с женой уже ехали, отшучивались. Я говорю, не на того он напал. Не знал, что за рулем Андрей Марчук, да. Вот. Это, ну, ирония просто, так, по иронии сложилась, что вот у меня буквально закончился съемочный процесс и 3-4 дня, и вот такая история случилась. Мне кажется, любой человек поступил бы так же в моей ситуации. Особенно Оля, я думаю. Особенно Оля, да. Оля, она... Оля бы сразу в машине он запаковал. Я бы так кричала. Оля юга занимается. Оля бы сразу в кадру позицию. Я бы так кричал. Да, на самом деле, вот такая вот случилась история. Так что берегите себя. Мне кажется, да, в какой-то степени, наверное, Олкац, по-моему. А у вас в остальных не было каких-то ситуаций, когда вы перескались с рядом? Как три года назад перестал нарушать правила дорожного движения, так до сих пор за три года ни с кем и не сталкивался, ни с одним милиционером. Это, кстати, к тому, что плохая полиция или хорошая. Если ты не нарушаешь правила, ты ее не видишь. Кстати, да. Какая она, хорошая, плохая, непонятная. Поэтому, честно говорю, меня не останавливали ни разу за последние три года. Родился сын. Сейчас еще буду обратно, может ехать домой. Может, не дай бог. Так сталкивался там, пытался остановиться, но не видно было. Подъехал, посмотрел в полицейском шаре. Здесь можно встать? Он говорит, ну, конечно, это же пешеходный переход. Можно, конечно. А там вытертая зебра там где-то частями. Я прям под знак встал и говорит, можно я остановлюсь? Говорит, конечно, тут же переход пешеходный. Становитесь, тут все становятся. Я отъехал, вернулся, стал на стоянку куда-то там, на парковку. Сказал, смотрите завтра премьеру. И пошел. Способив дела. Вот Олег пишет, приходилось ли принимать что-то, чтобы успокоить связки? А о чем спрашивает Олег? А что вы принимаете, Олег? Когда надо что-то успокоить. Есть немецкий препарат. Я там охрип в середине съемок. Это видно даже в некоторых сериях. Есть немецкий препарат, который используют певцы оперные. Это мой товарищ Юра Гадо, наш голос. Гадо? Да. Он мне дал этот препарат. Он гомеопатический, сразу говорю. При праздник, что вы принимаете, всегда возникает одна и та же ассоциация. Так и мой гомеопатический препарат Гарнировокс, который успокаивает связки. Приходилось. Я одну таблетку реально пил, потому что к вечеру рот открывается, а звука нет никакого. Просто устает настолько голос. Есть смены, когда ты приехал на 2 часа, отснялся и уехал, ничего страшного. А когда в 8 утра встал в кадр, а в 9 вечера я из него вышел и все это время бла-бла-бла-бла-бла-бла. Тогда это очень тяжело, короче. Для связок тяжело. Хорошо, спасибо за ответ и завершающее слово для читателей КП в Украине. Давайте с Олей начнем. Давайте, да. Олечка, пожалуйста, завершающее слово для читателей. Смотрите наш сериал. Так, за счетик ставим, Оля, молодец. Да, на самом деле спасибо большое за внимание. Смотрите и первый сезон, и смотрите второй сезон. Я надеюсь, что мы совсем скоро начнем работу над вторым сезоном. Поэтому не нарушайте закон, это самое главное. Независимо от того, какие бы вы ситуации вы видели в сериале, не нарушайте закон и будьте хорошими. Тарас. И заплакал Тарас в это время. Ну и мы постараемся оправдать все ваши ожидания. Судя по всему, они есть. Я толплюсь к вопросам, которые были очень интересные. Спасибо. Не буду оригинальным, спасибо за интересные вопросы. Ребята, я подытожу, под коротким пожеланием. Желаю вам не встречаться с новой полицией, чтобы у вас было минимальное количество поводов для встречи с новой полицией. Если эти встречи все-таки будут происходить, пусть они происходят по каким-то хорошим поводам. В сериал Суперпопы Оля Ларина, Паша Тупиков, Тарас Цинголюк, Андрей Егоров. Спасибо. 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 Спасибо, ребята. Спасибо.